Что ж, господа, друзья блога, просто случайно заглянувшие в эту тему, на моем канале 100 тысяч подписчиков, чему я рад, честно говоря, не ожидал, что за два года я достигну такого результата, спасибо всем тем, кто меня уже успел поздравить, это приятно и я надеюсь, что вам со мной было так же интересно, как и мне с вами. Я подумал, что можно сказать по этому поводу и решил, что самое лучшее, что я могу сделать, это поделиться какой-то информацией, собственно говоря, то, что и делают до сих пор. Возможно, человек, который задумывается об открытии своего блога, что-то почерпнет в этом конкретно ролике. Я хотел бы поделиться с вами своим секретом или, скажем так, тем выводом, к которому я пришел и считаю, что это одно из основополагающих правил хорошего или успешного блога. Многие, кстати, пишут в комментариях, что я, конечно же, проплачен, с одной стороны, Украиной, с другой стороны, Кремлем, Газдепом, Хамас, какими-то мусульманскими организациями, потому что я иногда вписываюсь за мусульман. Но это не так. Я атеист, и мне, по большому счету, все равно мусульмане или христиане. Скажем так, я вписываюсь за тех, кого обижают. Ну, может быть, слишком много иногда беру на себя, но мне хочется сказать в защиту тех людей, кого обижают, как мне кажется, без всякой причины. Итак, я человек абсолютно нейтральный, никто меня не финансирует, верите вы в это или нет, и действую я самостоятельно. За эти два года я ни разу не обратился ни к одному каналу, ни к одному блогеру с просьбой, чтобы меня прорекламировали, или не обращался ни к одной программе, где, скажем, за деньги предлагают накрутить тебе каких-то там ботов. Я вообще не умею пользоваться такими вещами. Два года тому назад в качестве эксперимента я открыл этот канал и хотел посмотреть, что из этого выйдет. Скажу откровенно, я даже предположить не мог, что приду к этой цифре или что вообще буду долго этим заниматься. Мне хотелось поделиться кое-какими мыслями. Самая главная цель моя была зачитать интересные тексты, как мне кажется, которые просто тонут в этом информационном море. И вот это были мои первые мысли по поводу блога. Я помню, как я долго завис где-то на цифре 27 подписчиков, и они у меня были где-то недели две. Мы между собой очень так тесно общались, ну, 27 человек, я их в ними познакомился. Сейчас у меня нет возможности отвечать всем, иногда очень хочется. Я ловлю себя на мысли, что тогда с 27 человеками мне было, конечно, проще. Ну, а сейчас я скажу самое главное, что я думаю по поводу блогов на YouTube. Во-первых, я не знаю, что будет дальше с YouTube, какая будет у него судьба. Я все же надеюсь, что вот этот артикль 13, о котором я говорил недавно, не вступит в силу в той форме, в какой его собираются принять, или YouTube найдет возможность все-таки не задавить мелких блогеров. Будем надеяться на лучшее. Предположим себе, что YouTube будет дальше развиваться, и все останется так, как есть. И вот активным, творческим людям, кто, скажем так, не намерен всю жизнь только пахать, а еще хуже, если пахать на нелюбимой работе, я предлагаю вам, господа, задуматься о том, чтобы создать свои собственные блоги. Поделюсь своим опытом и считаю, что каждый человек, кто смог чего-то в этой области добиться, было бы неплохо, если бы они делились с остальными, потому что, ну, кто нам поможет, если мы сами друг другу не поможем. Я думаю, что для того, чтобы создать блог, необходимо, конечно, выбрать себе тему. Это самое первое. Найдите себе тему, которую вы можете долгое время эксплуатировать. При этом не думайте о том, что тема может быть малоинтересной, или не будет достаточно людей, кто будет смотреть ваши ролики. Об этом не думайте. Думайте о том, о чем вам приятно говорить. Даже если это, грубо говоря, аквариумные рыбки, бог с ним пусть будет так. Но если вы в этой теме аквариумных, речных, морских рыб, если больше всего информации по этой теме будет на вашем блоге, вы все равно добьетесь успеха. Самое главное, чтобы это была тема, о которой можно говорить много. Ну вот, например, я помню, что у моей мамы была большая книга «Кухни народов мира». Вы знаете, меня меньше интересовали рецепты. Меня интересовало тогда, сколько, боже мой, существует, оказывается, народов, о которых мы понятия не имеем. Ну и представьте себе, что в этой книге было больше двух тысяч рецептов. Если вы возьмете такую тему и каждый раз будете показывать рецепты, начиная от какого-то племени в Сомали и кончая эскимосами или чукчами, представьте, насколько это интересно. Вам понадобится несколько лет для того, чтобы озвучить или показать две тысячи рецептов. А когда вы все их покажете, можете начинать по новой от племени Сомали, потому что люди, скорее всего, уже забудут, о чем вы там говорили в начале. Я хочу сказать, что каждый человек может немножко внимательнее посмотреть на свои интересы или, может быть, на книжные полки и выбрать себе тему. Если вы выбрали тему, второй шаг – выберите себе формат. Что значит формат? Вы можете вот так, как многие другие, говорить с экрана в камеру. Я называю это «говорящая голова». Таких блогеров очень много. Если вы считаете, что вам это нравится, вы сами любите обозревать себя на экране, либо вы считаете, что вы обладаете интересной мимикой, внешностью и прочим, то, может быть, это ваш формат. Тогда вам придется приобрести камеру и микрофон. Есть формат такой, как у меня, или, например, канал OnTV. Да я могу кучу таких каналов назвать, где вы человека не видите, вам показывают видеоряд, то есть картинки, может быть, какие-то куски видеосъемки с музыкой или без музыки. Это тоже формат. Вы можете быть блогером, который говорит только на природе, или блогером, который говорит только в комнате, или блогером, например, который берет только интервью. Все это возможно. Выберите себе один формат и старайтесь его придерживаться. Многие мне говорят, почему ты не делаешь стримы, почему ты не показываешь себя, потому что я выбрал этот формат, и он меня устраивает. Дальше вы выбрали тему, вы выбрали формат. Вам придется немножко проштудировать что-то или найти программы, касающиеся монтажа. Здесь, ну, недельку нормальному среднестатистическому человеку хватит для того, чтобы освоить любую из монтажных программ. Их очень много выбирайте на вкус. Ну и приступайте к работе. А теперь к моему секрету. То, что я считаю самым главным залогом нормального или хорошего блога. Мой секрет, секрет от Штарка, называется одним словом – постоянство. То есть вам необходимо систематически работать. Нравится вам это или нет, но вы должны сами для себя поставить такую цель. Каждый день по ролику. Или хотя бы каждый второй день по ролику. Если вы будете систематически работать над своей темой и над своим контентом, ваш успех фактически запрограммирован. Он обязательно будет. И здесь нет исключений. Послушайте меня. В систематике заключается весь секрет. Возьмите любое дело. Любое, чем бы вы ни занимались. Я не знаю, ходите ли вы на работу. Занимаетесь ли вы каким-то творчеством. Именно в систематике, в постоянном занятии одним и тем же находится успех. Если кто-то думает, что великие музыканты или художники по каким-то чудесным событиям вдруг могли создавать великие картины или музыкальные произведения, конечно же, нет. Успех был в том, что они с детства каждый день этим занимались. И где-то через 3-5-7 лет их вдруг посещают мысли именно в этой тематике. Но если вы всего лишь раз в неделю будете этим заниматься, успеха вам не видать. Еще очень важна систематика, например, в таком деле, как изучение языка. Эксперты говорят так. Если вы каждый день будете заниматься языком хотя бы час или хотя бы полчаса, но каждый день, через год вы 100% заговорите на этом языке. Если же вы будете присаживаться к языку и, например, за один раз сидеть 5 часов, напрягаться изо всех сил, а потом следующий ваш подход к языку будет опять же через 4-5 дней, вы не добьетесь никакого результата. Поэтому, если вы заведете блог, вы должны каждый день на него работать. Даже если вы не выпускаете каждый день ролик, вы должны собирать информацию. Вы должны думать о том, что будет следующее, о чем бы я еще мог поговорить. И если блог будет касаться политики, то вам необходимо находиться в информационном пространстве. Вам необходимо будет просматривать большое количество других блогеров, либо других людей, прочитывать много текста. Я, например, занимаюсь блогом только в свободное время. Слава богу, я работаю только полу дня. И поэтому у меня есть возможность во второй половине дня этим заниматься. Но первую половину дня, когда я еду на работу, или когда я возвращаюсь, когда я вечером или поздно ночью иду гулять со своей собакой, я всегда прослушиваю других людей, которые комментируют нынешнюю ситуацию. Иначе нельзя. Иначе вы не сможете находиться в информационном потоке. Вы не будете знать, какой саммит сейчас происходит, где какие выборы, какие кандидаты, где какой закон принят, или что произошло в той или иной стране. Вам необходимо быть информированным. Вот, собственно говоря, и все. Я недавно смотрел интервью Людмилы Улицкой. Кстати, это писательница, которая стала известной только после 40 лет. До 40 лет она занималась всякой ерундой, ну, например, такой, как биохимия, а потом вдруг решила и стала выдающейся русской писательницей. Почему так произошло? За много лет до того она вела свои дневники. И она говорит, что она, в общем-то, не понимала, почему она это делает. Просто с детства привыкла и вела дневник. Записывала все то, что с ней происходило. А потом, когда она стала писательницей, и ей стали заказывать конкретное количество страниц, она вдруг поняла, почему она вела дневник. Она приучила себя каждый день писать какое-то количество слов. Она просто вошла в этот энергетический поток и больше из него не вышла. То же самое касается с Богом. Если вы хотите когда-нибудь бросить вашу работу и жить только за счет блога, начинайте сейчас. Отдавайте блогу час, два, три или четыре, как вы можете. И думайте о том, что через два года, возможно, этот блог сможет вас кормить полностью. Что касается денег, я скажу так. Первый год блог приносил мне между 100 и 300 евро. Это было, конечно, вообще ни о чем, но я понимал, что эта цифра будет увеличиваться. Сейчас, фактически к концу второго года, имея 100 тысяч подписчиков, мой доход составляет 600-700 евро. По немецким меркам я не могу жить на эти деньги, но если вы живете в России или в Украине, вы вполне можете отказаться от своей работы и заниматься только блогом. И еще раз повторяю, для этого не нужно иметь особую внешность, для этого не нужно иметь какое-то особое образование. Самое главное – самодисциплина и систематика. Надеюсь, это было полезно. И еще раз спасибо всем вам, всем тем, кто остается со мной на этом канале, несмотря ни на что, несмотря на то, что иногда я высказываю мысли, которые вам категорически не нравятся. Мне интересно с вами. За это время я познакомился с большим количеством интересных людей. С многими я состою в частной переписке, черпаю для себя огромное количество эмоций, информации. И могу сказать, что за эти два года моя жизнь стала разнообразнее и прибавились какие-то дополнительные грани. Надеюсь, что, может быть, через год или два, если блог не уничтожит YouTube, я смогу заниматься только блогом. А пока я вам тоже желаю творческих успехов. Главное – не заморачивайтесь и начинайте. Делайте шаги. Не обращайте внимания на критику. Ее нужно почитывать, но не нужно слишком близко брать к сердцу. Критика часто бывает полезной. Она не дает возможности оторваться от реальности. Ну и верьте в свои силы. Верьте в то, что сейчас, во времена огромного информационного потока, где-то там и вы маленьким ручейком вольетесь в это информационное море и найдете свой собственный источник доходов и, возможно, занятия на всю жизнь. Спасибо еще раз всем. До новых роликов, новых событий, новых переживаний, новых комментариев. Пока!